Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы еще раз поговорим с вами о сидоратах. К теме сидоратов мы возвращаемся регулярно. Это неудивительно, ведь сидораты очень важны для почв, будь то на больших площадях или на маленьких, даже самых маленьких участках. Сидораты не зря называют зеленым удобрением, ведь благодаря сидоратам почва накапливает значительное количество органического вещества. В наших выпусках мы иногда даже развенчиваем мифы или откровенные глупости, которые некоторые блогеры допускают о сидоратах. На это можно обижаться, можно воспринимать здраво, нездраво, как угодно, однако же это необходимо для того, чтобы вы, наши зрители, наши подписчики, видели ясно, что сидораты очень важны и очень нужны. Разные блогеры, и мы в том числе, называют разные сидораты. Одни хороши, вторые не очень, кто-то одно рекомендует, кто-то другое. И вот в этом выпуске я решил систематизировать всю эту информацию и рассказать вам, какие сидораты в каких случаях вам лучше использовать, а также о смесях, бинарных или еще более богатых смесях сидоратов. Первая функция сидоратов, которую они выполняют на наших участках, они защищают почву от сорняков и от эрозии. А земля не терпит пустоты, почва приспособлена, природно приспособлена к тому, чтобы на ней все время был покров из растений. И вот сидораты замечательно справляются с этой функцией. Поэтому, если для нас в осенний период так важно закрыть почву, застелить ее чем-то для того, чтобы создать хороший покров, мы должны выбирать растения, которые очень быстро сомкнутся и не дадут возможности сорнякам прорастать, а также будут весьма конкурентоспособны. Здесь хочется вспомнить некоторые казусы, которые допускают блогеры в своих выпусках. Иногда они договариваются до того, что в качестве сидоратов рекомендуют или сидоратами называют в том числе сорные растения. Надо помнить, что обозначение растений сорными является очень условным. В природе нет сорных растений, а они существуют только в садах и огородах. Сорными они являются потому, что являются весьма конкурентными для основных сельскохозяйственных растений, которые мы выращиваем. И также являются трудноискоренимыми, у них большой коэффициент размножения, а от них сложно избавиться. Поэтому сорные растения никак, ни при каких обстоятельствах, не могут являться сидоральными. Их нельзя использовать, даже несмотря на то, что некоторые из них развивают мощную вегетативную массу. Ну, например, та же лебеда или лопух. Однако же надеюсь, что вам не придет в голову использовать эти растения с целью защиты поверхности почвы от эрозии или от сорных растений. В случае, если вам надо тщательно укрыть почву, в этом случае выбирайте, пожалуйста, азимые зерновые культуры. И среди них рож является, пожалуй, самой лучшей, поскольку она-то является очень хорошим конкурентным растением, культурным растением против сорняков. Многие жалуются, что в весенний период не так-то легко избавиться от ржи. Ее сложно перекопать, и она начинает расти, снова уже становясь сорным растением и создавая конкуренцию тем растениям, которые были посеяны. Однако же, на самом деле, нужно просто правильно выбрать фазу, когда перекопать эту рожь, заделать ее в почву. Необходимо сделать это до начала выхода в трубку растений ржи, до того, как она закончит фазу кущения. Когда она уже закончила куститься и перестала весной разрастаться вширь, когда началось отмирание нижних листочков, вот в этот период, не позже, если вы перекопаете рожь даже легко, даже поверхностно, в этом случае она не станет вас беспокоить. Если же отдельные растения все-таки выживут и будут расти, вырвать их руками не представляется никакого труда совершенно. Еще одним растением, которое очень хорошо поможет избавиться от конкурирующих сорняков, является азимый рапс. Крупные его листья очень хорошо закрывают поверхность почвы и таким образом создают тень, не позволяя сорнякам прорастать и занимать место на грядках. Существуют также группы растений, которые очень хорошо помогают избавиться от остатков азотных удобрений, которые мы вносили в течение периода роста развития растений, особенно под томат, огурец. А в течение осени, зимы и весны эти нитраты, эти азотные соединения покинут нашу почву, полностью вымоются. И поэтому посев таких сидоратов абсолютно необходим. Они свяжут азот в виде зеленой массы и вернут его в ходе медленного разложения растений. К таким растениям относятся все гристоцветные сидораты и яровые, и азимые. Это и горчица, это и рапс, и масличная редька. Кроме того, к таким же растениям относятся и азимые зерновые. Это и пшеница азимая, и третикали, и азимая рожь. Однако же, лучше всего отдать предпочтение азимому третикали или азимой ржи. Почему? Дело в том, что пшеница накапливает на своих корнях значительное количество корневых гнилей, поэтому она привнесет с собой еще и проблемы в виде фузариоза и прочих проблем, заболеваний. Еще одна категория растений, которая очень хорошо мобилизует всевозможные нерастворимые питательные соединения, которые недоступны большинству культурных растений. К таким растениям относятся и азимая рожь, благодаря своему симбиозу с грибками, создающими микоризу, и гречиха является очень важным для этого растения, и многие крестоцветные растения. Высевая их по одиночке или в смеси, вы добьетесь прекрасной мобилизации фосфатов и других элементов питания, кальция, железа, меди, многих микроэлементов. К тому же эти растения привлекают, и фосфатмобилизующие микроорганизмы способствуют их развитию. Высевая их, вы можете меньше беспокоиться о внесении того же минерального фосфора, можете снижать дозы фосфорных удобрений наполовину. Некоторые растения, такие как люпин, а также многие крестоцветные, способны избавлять почву от разнообразных почвенных патогенов, возбудителей корневых, прикорневых гнилей, даже таких опасных заболеваний, как фитофтора. Посев горчицы, посев рапса, посев редьки масличной вместе с бобовыми компонентами, а именно с люпином, позволяют вам существенно оздоровить почву. Если именно это является проблемой, делайте такие комбинации и высевайте. Еще одна категория растений с очень глубокой корневой системой способна добыть из земли питательные вещества из тех слоев, которые недоступны для большинства культурных растений, особенно с поверхностной корневой системой, такой как томаты. Для того, чтобы эти питательные вещества добылись, используйте горох, используйте другие бобовые растения, например, вику яровую или даже вику азимую, если семена ее доступны для вас. Таким образом, многое, что было вымыто в глубокие слои, будет возвращено и будет на будущий год доступно для ваших растений. Если уж мы вспомнили о бобовых растениях, необходимо обязательно обратить внимание на их способность к симбиотической азотфиксации. Многие бобовые, если не все, накапливают клубеньки, накапливают азотфиксирующие бактерии, которые впоследствии после себя оставляют значительное количество азота в почве. Если вы не приверженец минеральных азотных удобрений, в этом случае бобовые сидораты вам совершенно необходимы. Однако бобовые растения не одинаково накапливают азот. Например, лидером по накоплению азота является люцерна. Это многолетнее бобовое растение, которое можно высеять, например, на участке, где почва в течение одного года будет отдыхать. Посев люцерны позволяет в полной мере обеспечить азотным питанием культуры следующего года. Это и картофель, это и капуста, и огурец, и томаты, и многие другие овощи, чувствительные к недостатку азота в почве. Если же вы не планируете оставлять на год землю без культурных таких вот растений, которые предназначены для получения урожая, то лучше всего посейте горох. Горох-пилюшка с длинными корнями, то есть с окрашенными цветками пилюшка, с окрашенными семенами, и с его азотфиксирующей способностью вполне подходит для участков, где нужно и достать питательные вещества с глубины, и обеспечить поверхностные слои почвы азотным питанием. Многие растения способны избавить ваш участок от таких опасных вредителей, как нематода. В первую очередь к ним относятся все крестоцветные сидораты, а именно горчица, рапс и редька масличная. Кроме того, таким же свойством обладает люпин. Однако надо не забывать, что не каждый люпин обладает таким свойством. Им обладают лишь сорта люпина, которые содержат в своем составе алкалоиды. И скажу вам честно, такие сорта люпина добыть в магазинах совсем непросто. Семеноводство таких сортов практически нигде не ведется. Определенным подспорьем является ранний осенний посев люпина многолистного. Это многолетний вид люпина, который не является трудноискореняемым, однако на своих корнях он накапливает как азот, так и выделяет различные алкалоиды, которые позволяют не только отпугнуть нематоду с вашего участка, но также медведку и многих других почвенных вредителей. Например, даже майского хруща, личинку майского жука. Поэтому обсадите свои грядки многолетним люпином. Среди таких люпинов имеются и красивые декоративные сорта. Обратите внимание на гибриды Рассела, люпина, например. И это будет очень хорошим подспорьем для оздоровления почвы, вокруг земляники и дополнительного азотного питания. А ведь земляника нуждается и в защите от нематоды, и в доп. азотном питании. Для того, чтобы почвенные полезные грибы, такие как триходермы и метаризиум, как следует развивались, в почву надо вносить значительное количество растительных остатков. Вот возможность формирования большой зеленой массы для внесения этих растительных остатков обладают зерновые культуры. Многие пользуются в весенний период такими культурами, как овес, например, или ячмень. Я не рекомендую их использовать. Опять же, в силу того, что они накапливают значительное количество корневых гнилей и различных патогенов. Даже если вы пользуетесь сидератами в весенний период, не игнорируйте азимые третикали и азимую рожь. Вы можете посадить их и весной. В этом случае они лишь раскустятся, не будут уходить в колос, не будут цвести, однако дадут колоссальную зеленую массу, которая будет пригодна для использования, для запахивания, закапывания под большинство сельскохозяйственных растений. Таким образом, вы поддержите, очень хорошо поддержите естественное накопление органики, и естественное накопление растительных остатков, необходимых для развития конкурирующих грибов, триходермы и метаризиума. Какие сидераты лучше сеять весной, а какие осенью – азимые или яровые? Если температуры воздуха уже понизились, и ночные заморозки уже наступили, то в этом случае в осенний период высевайте азимые сидераты. Если же, например, в теплице у вас еще тепло, то отдайте также возможность вырасти и яровым сидератам. Не проблема. Они, конечно, в зимний период погибнут, а однако же свою функцию за 20-30 дней выполнить успеют. Еще у нас имеются экзотические сидераты, такие как, например, фацелия, тагетис, космея и многие другие растения. Фацелия, например, прекрасно подходит для переувлажненных участков. Тагетис замечательно будет справляться в летний период с проблемой нематоды. Космея очень хорошо подходит для облагораживания низкоплодородных участков с песчаной малоплодородной почвой. Используйте ее. Любые сидераты, помните, необходимо запахивать в землю до того, как они закончили свое цветение и до начала формирования семян. Именно в этот период листовая вегетативная масса сидератов является наиболее богатой на питательные вещества и подхватывается микрофлорой максимально хорошо. И в конце давайте поговорим о том, как лучше всего высаживать озимый чеснок в сидераты или же сеять сидераты по чесноку. На самом деле и тот, и другой способ вполне пригодны и приемлемы. Если вы высеваете сидераты рано, а чеснок высаживаете поздно, без проблем делайте лунки прямо в сидератах и высаживайте туда чеснок. Если же вы приверженец своей климатической зоны ранних посадок чеснока, то обязательно посеете сверху сидераты. Какие? Только яровые. И отдайте предпочтение листовой горчице, потому что она извлечет из земли остатки сульфатов, которые очень важны для чеснока тоже, превратит их в органическую форму. И в течение вегетационного периода чеснока будет медленно, постепенно отдавать эти сульфаты чесноку для его правильного развития, для его хорошего вкуса и большого урожая. На этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, эта небольшая азбука сидеральных растений поможет вам сделать правильный выбор и правильно использовать сидеральные удобрения. Всего хорошего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова